У нас установлены четыре хорошие качественные камеры. Две камеры снаружи, две внутри. Именно так сотрудники пункта проката решили защитить себя от злоумышленников. С помощью записи видеонаблюдения ребятам удалось вернуть два своих велосипеда. По чужим документам мужчина и женщина взяли железных коней на прокат и не вернули. Благодаря милиции, социальным сетям, социальные сети выложили видео, фотографии. Тут же соседи, кто их знает, все рассказали, где их найти и как найти. На следующее утро у нас возле двери уже стояли два велосипеда. Исчезает двухколесный транспорт и в подъездах многоэтажек. Это, как правило, происходит из-за беспечности самих же хозяев. Однако даже специальные замки-тросы не уберегают от хищения. Злоумышленники попросту перекусывают их инструментами. На днях группу подростков из пяти человек полицейским все же удалось задержать. Пока на их счету два краденных велосипеда. А другой, 15-летний челнинец, сумел угнать трех железных коней. Родители не обращали, во-первых, никакого внимания на то, что у детей появляются деньги, неизвестно откуда. И второе, что хотелось отметить, это дети осуществляли эти преступления ночью. То есть в час, в два ночи. То есть, получается, их не было дома. Родители тоже попустительски относились к этому. Краденные велосипеды юные угонщики сбывали через интернет, буквально за гроши. В Челнах с начала сезона уже зарегистрировано полсотни хищений из железных коней. Алина Сидорова, Петр Греков, Эфир 24.